всем доброго дня это видео связано с предстоящим семинаром в болгарии как известно из публикации и стримов этот семинар планируется на 14 августа 2021 года и он продлится в течение 10 дней и сейчас подробнее немножечко об этом во первых к программе семинар ежедневно каждый тренировочный день будет состоять из 3 или 4 часовой тренировки на самом деле мы можем урезать это время можем увеличить это время к тому же вас лично никто не заставляет все это время пахать буквально вы можете отдыхать можете позволить посидеть немного понаблюдать и так далее но в целом конечно семинар нацелен на то чтобы вы в первую очередь работали чтобы уехали не с каким-то видеорядом с какими-то двигательными программами все-таки но я от себя естественно постараюсь все сделать для того чтобы это было менее утомительно более целесообразно и более эффективно и так а самой программе значит ежедневно у нас будет ценная фанцина эта работа с захватами их использование освобождение от захватов противодействия захватом сюда же входят представление о рычагах человеческого тела собственно благодаря чему мы пользуемся различными захватами и тем что нельзя назвать захватом в буквальном смысле но явно применением рычагов различных можно точно назвать и мы здесь будем рассматривать рычаги и шеи и суставов начиная от рычага пальцев до рычага позвоночника ну и так далее так далее кроме этого конечно в состав цена и фанцина входит еще защемление скручивание тогда на общем через все это мы обязательно своим пройдем это каждый день будем повторять поэтому вы точно уедете с этого семинара уже механически наработанными техниками которые вы уже свою очередь будете поддерживать развивать и так далее ну и что касается фанцина мы как поговорим о том как выходить из самых казалось бы безвыходных положений когда к вам уже применены рычаги которые не только сообщают вам болевой какой-то стимул явный но и являются реальной угрозой для ваших суставов например вот мы поговорим о том как в принципе не сложно выйти из таких положений вне конечно рамок спорта в боевых реалиях это не сложно и вы увидите вот это вот тонкую грань между цена и фанцина между тем как используются захваты и тем насколько самые казалось бы надежные захваты не являются для бойцов каким-то сдерживающим фактором следующий блок это работа против вооруженного противника здесь мы в первую очередь будем говорить наверное наиболее интересующий подписчиков нашего канала теме связанные с противостоянием противник который вооружен ножом сейчас немножечко отклонюсь от программы семинара и буквально вкратце об этом понятно что интернет полон волшебных совершенно советов и волшебных решений по этому поводу но как многие верно замечает это вся волшебность не работает не потому что представлено это глупыми людьми там ничего не понимающими а потому что это опять не работает в рамках спортивных и постспортивных в боевых реалиях противостояния вооруженному противнику это норма и такие методы противостояния разработаны за много веков до нашего появления в этом мире вот собственно говоря к этому и к этим методам мы обратимся на семинаре и мы будем говорить об особенностях дистанции о стопперах об извлечении преимущества из дистанции о применении цена кстати говоря тоже к работе с вооруженным противником по стратегии и тактики в применении комбинированных техник о решении тактических задач специальных и так далее это будет отдельный блок он будет длиться скорее всего или один или два дня в зависимости от того насколько мы быстро будем все воспринимать и осваивать мы обязательно коснемся того насколько цена и функцина например вот это вот искусство захватов перезахватов насколько это работает применительно к вооруженному противнику да конечно это работает работает не как универсальные средства и помните мы уже с вами говорили в стримах и видео что худшая стратегия при работе с вооруженным противником это бросаться на вооруженную руку да это кончается как раз очень плохо вот что хорошо и что плохо мы обязательно вот на семинаре будем с вами на собственных примерах, на собственной практике осваивать. Следующий момент – это наборы импульса движения. Наборы импульса движения – это, в принципе, достаточно широкая тема, и таких наборов импульса довольно много, и они у нас в уроках этого канала и другого нашего канала «Алфа». Эти наборы импульса рассматриваются, и вот в течение всего этого семинара 10-дневного мы будем постоянно так или иначе касаться этой темы, где-то мы будем делать специальные акценты на этом и специальные какие-то моменты прорабатывать, а где-то будем слегка по касательной проходить около этой темы, там, где и без того очевидно, где какой набор импульса и как лучше над ним работать для того, чтобы получать большую скорость, большую мощь, большую силу и, конечно, координировать все свои действия. Окей. Мы обязательно коснемся ведения боя лёжа и сидя, и, скорее всего, это будет отдельным блоком в течение 1-2 дней как часть нашей тренировочной практики. Мы коснемся такой достаточно широкой темы и важной темы, как шаги, как основа стратегии и тактики. Это вот то, что называют стойками, на самом деле это шаги, потому что это динамичное мероприятие, а не статичное. И это буквально фундамент боевого искусства. Это не значит, что мы будем заниматься чем-то, что подходит только новичкам, как раз наоборот. Новички-то вот на эти вещи внимания не обращают, и даже когда им так достаточно авторитетно внушаешь, надо шагами заниматься, новички всё равно этого не видят, не слышат, потому что нет ещё такой практики, которая показала им необходимость этого. Вот как раз тема шагов, как основа стратегии и тактики, скорее подходит больше продвинутым бойцам и опытным бойцам, чтобы несколько пересмотреть свои приоритеты в тренировочной практике, ну и, естественно, в боевой. Дальше мы поговорим об использовании подручных средств. Это будет сделано как раз на примере опять ножа, о котором мы говорили несколько раньше, и на примере того, что называется цэ или евара, там если в японской терминологии, ну правда цэ и евара несколько отличаются по форме, но по сути это любой продолговатый предмет, который можно зажать в руке таким или другим образом. Вот об этом мы поговорим, будет отдельный блок, который займёт какое-то время в течение одного дня тренировочного. Дальше обязательная будет тема, связанная с векторной работой, контролем действий противника через контакт. Это очень важная тема, и вы в этом убедитесь, когда освоите, собственно, эту тему, вы увидите, насколько это облегчает вашу боевую практику, насколько делает объёмным ваш мир во время спаинговой или боевой практики, насколько упрощает, собственно, вашу жизнь. Мы обязательно коснёмся так называемого часа или прилипающих рук, как основы оптимизации действий в бою. Это, по сути, часть предыдущего пункта, вот этой вот векторной работы и контроля действий противника через контакт. И, соответственно, кому интересна эта тема, я думаю, вы уедете со множеством дополнительных опций, связанных с темой часа. И это касается не только венчунистов, естественно. Эта тема чрезвычайно широка, она используется во многих традиционных китайских боевых искусствах, несмотря на то, что известно в основном благодаря венчу, но тем не менее. Так что те, кто практикует паэхэ, например, и вообще хэдшуань, эта тема будет достаточно актуальной. Дальше мы коснёмся с вами нейгон. Это, если помните, я обещал в одном из стримов, это важная такая тема. И это не будет на уровне волшебных пасов руками. Вы хорошо знаете, что на этом канале речь идёт только о прикладных, применимых каких-то вещах, а не о фантазиях и волшебстве каком-то. И вот мы поговорим, а вернее, проработаем нейгон с точки зрения укрепления сухожилий и суставов, освоения правильной работы диафрагмы, наращивания скоростных и силовых навыков, изменения психофизического состояния и так далее. Это будет отдельным блоком. Если помните, мы с вами говорили о такой практике, как санжен или санхин. Для интересующихся будет внизу ссылочка в описании к этому видео. Так вот, там как раз мы касались того, что вот эта практика санжен, например, она имеет непосредственно отношение к нейгон и к тем аспектам, которые вот я сейчас перечислил. И поскольку это вызвало определённый интерес, естественно, мы будем этой темы касаться на семинаре. Дальше, в теме семинара у нас решение тактических задач по оптимизации действий в бою. Это тоже важная такая тема, потому что, ну, знаете, как вот экономика, например, не может существовать без понятия оптимизации, без снижения издержек и получения максимальной прибыли, максимального результата какого-то. Когда мы говорим о каком-то производстве, там тоже понятие оптимизации существует. Так, чтобы меньше труда ресурсов, меньше материалов вложить, например, а получать больше готовых изделий, скажем, более качественные, готовые изделия получать. То же самое в боевой практике. Мы постепенно идём к тому, чтобы наши действия были максимально оптимизированы, чтобы мы не делали лишнего, чтобы простыми действиями могли противостоять непростым действиям наших противников и так далее. Вот об этом во всём мы будем говорить. О такой оптимизации, о том, как не тратить сил попусту, движений, времени не тратить попусту и так далее. Вот это вот всё мы будем прорабатывать на примерах конкретных, решая спарринговые задачи. Отдельной темой будет защита нижнего и верхнего секторов тела. Особенности, разницы, возможности, методы и их оптимизация. Это тоже тема, которая вызывает порой ряд вопросов. Вот мы обязательно это всё просмотрим. И проработаем, естественно, тоже. Мы будем говорить ещё о пассивной и активной обороне. О разнице сейчас не буду напоминать. Мы об этом говорили не раз в разных видео и стримах. Вот мы обязательно это всё проработаем тоже на примерах, во время нашей тренировочной практики, на примерах конкретных задач каких-то, которые нам придётся всем вместе решать. Дальше мы будем говорить об особенностях и применении скоростных аспектов действий. Здесь, по-моему, всё понятно. Это тоже будет иметь отношение к оптимизации ваших действий в бою. Мы слегка коснёмся, конечно, таких общих, достаточно распространённых каких-то заблуждений по поводу скоростных навыков. И посмотрим, как выйти за границей вот этих вот заблуждений, отследовательной и за границей тех возможностей, скоростных возможностей, которые заложены, прошиты в нашем теле на уровне мышечных каких-то групп и так далее. То есть мы выходим немножечко за вот эти вот рамки. Ну, те, кто на этом канале постоянно присутствует, все знают, о чём я сейчас говорю. И вот когда мы выходим за пределы работы мышцами, мы там работаем при помощи сухожилий, уже у нас вырастает сильно сила, мощь, скорость. А когда мы выходим ещё немножечко за эти рамки, ещё больше вырастает. Это значительная достаточно такая ситуация. Не на уровне каких-то микросекундочек. Ну, окей. И отдельно будет решение индивидуальных задач бойцов. На самом деле, прямо по ходу всего вот этого семинара мы будем решать ваши личные задачи. Потому что я знаю, что все, кто приедет, приедет со своими какими-то вопросами, с теми проблемами, которые реально нужно решать. И помимо вот этого комплекса всего, который я сейчас зачитал, помимо всего, что мы будем делать на этом семинаре, мы обязательно будем это делать на уровне ваших собственных проблем нерешённых. И, конечно, будем прорабатывать ещё такие темы, которые вот, например, в этом семинаре не поднимаются, но которые вас лично интересуют. Я уверен, что это будет полезно для всех бойцов, которые приедут. Теперь по поводу самого этого семинара. Напомню, семинар будет проходить в Болгарии, не в туристической Болгарии, поэтому покой вам обеспечен, не будет постоянно снующих вокруг туристов каких-то, не будет людей, которые нам мешают и так далее. Вы действительно отдохнёте. У вас действительно будет возможность совершенно экологической, в одной из самых экологических областей в Болгарии дышать свежим воздухом, наблюдать реальные природные картины. Если кому-то интересно ходить по лесам и по горам, которые здесь представлены в виде окружающего ландшафта, добро пожаловать, только подготовьтесь к этому, не забудьте соответствующие какие-то обувь, одежды там и так далее. Здесь же водохранилище достаточно большое, ну то есть искупаться можно и всё, в общем. Здесь масса минеральных источников на любой вкус, полезных для здоровья. Первая цена, связанная с этим семинаром, значит, каждый тренировочный день стоит 25 евро. Как видите, не очень большая цена, и то, что семинар идёт в течение 10 дней, не означает, что здесь надо находиться все эти 10 дней. Те, кто захочет продолжить этот семинар немножко на подольше остаться, оставайтесь, пожалуйста. Те, у кого нет такой возможности, и те, кто приедут там на 2 дня, на 3 дня, ну, собственно, никакой проблемы, всё зависит только от вас, как вы пожелаете. Главное, уложитесь вот в эти рамки с 14 по 24 августа 2021 года. Тем, кому важно всё равно море, потому что в Болгарии у многих всё-таки ассоциируется с морем, и с большим количеством туристов там и так далее. Ну, кому это будет интересно, в 90 километрах от места проведения семинара находится море. На самом деле поближе, чем 90, это я так округляю, как бы, в большую сторону. Так вот, кому важно будет море, можно, собственно, доезжать до него и обратно, если это не будет слишком утомительно для вас. Можно взять автомобиль под наем, это недорого здесь. Как это сделать? Можно связаться со мной, я всё это объясню, поясню и так далее. Кстати, да, и всякие вопросы, связанные с визами, там, ещё с чем-то. Вы можете напрямую ко мне обратиться, я всё расскажу, всё подскажу, каким образом это всё делается, это всё несложно. И, кстати, да, у кого есть шенген, шенгенская виза, тем виза болгарская не нужна, вы спокойно можете приезжать сюда с шенгенской визой. Никакого специального оформления для этого вам не нужно. А у кого нет такой визы, значит, нужно сделать визу Болгарии, это ещё раз, просто повторю, это очень просто. Обращайтесь ко мне напрямую, я подскажу, как это сделать легче, там, лучше, там, и так далее. По всем вопросам, связанным с семинаром, можно обратиться, перейдя по ссылкам внизу, там указано, как со мной связаться через электронную почту, Facebook, Telegram и так далее. Какие-то вопросы вы можете задавать в комментариях к этому видео. Да, ещё по поводу размещения. По поводу размещения проблем никаких не будет. Значит, кому интересно остановиться в отеле, вы можете остановиться, конечно, в отеле, а так, в принципе, я вам предлагаю недорогой частный сектор, где вы можете вполне нормально устроиться. В общем, добро пожаловать на семинар в этом году. В прошлом году у нас не получилось из-за пандемии. В этом году вроде бы всё должно сложиться. Да, кстати, по поводу пандемии и всего прочего, Болгария одна из, наверное, первых стран в Европе, которая быстро достаточно преодолевает пандемию и открыла свои границы. Ну и вот на сегодняшний день, собственно, Болгария является достаточно чистой относительно ковида. Так что на этот счёт, наверное, не стоит переживать. Хотя для того, чтобы сюда въехать, вам понадобятся или тесты, или вот эти вот паспорта, чтобы вы вакцинированы там и так далее. Вот как-то позаботитесь ещё об этом. Ещё раз все детали можно обсудить со мной лично, в личной переписке. И все вопросы там можно тоже задать. А я вам желаю хороших тренировок.